Привет, друзья! С вами Работа Мечты. И в этом искрометном выпуске вы получите подробную инструкцию, как сделать рабочую визу в Турцию в сезоне 20-21. Также узнаете, удалось ли сдать документы нашим ребятам в визовом центре Одессы. Какое фирменное блюдо этого города попробовали наши герои. А еще много интересных фактов об этом уникальном курортном городе. Заряжаемся хорошим настроением и полетели смотреть. Для того, чтобы подать документы на рабочую визу, Дане, Регине, Алене и Валику понадобилось направиться в теплый город Одесса. На поезде, отправляющемся с Южного вокзала, который, кстати, начал работать с 1869 года, поездка занимает около 12 часов. И для того, чтобы провести это время максимально с пользой, ребята взяли с собой словари с турецким, портативный спортивный инвентарь для тренировок в путешествиях и наборы здорового питания, поезд, к слову, поразил своей новизной и комфортом. Это был наш грандиозный план на поездку, но все пошло не совсем так, как было задумано. И пока мы разгребаем последствия поездки в Одессу, будет крайне актуально рассказать вам о нескольких очень важных моментах относительно получения рабочих виз в сезоне 2021. Первое. Контракт подписывается обязательно с синей ручкой. После получения распечатываем его. И на последней странице, где указана ваша фамилия, ставим свою подпись. Далее сканируем все страницы и, сохранив этот файл в формате PDF, отправляем к принимающей стороне. Скан контракта можно сделать при помощи обычного мобильного телефона, установив на него приложение Scanner. Во-вторых, после получения референс номера, турецкое министерство запросит у вас результаты ПЦР-теста на английском и государственном языке, на бланке с QR-кодом, по которому можно проверить результаты на сайте клиники, в которой проводилось тестирование. Стоимость его составляет около 30 долларов. Вернемся к путешествию в Одессу. Наш поезд, как всегда, ждал аншлаг. Поэтому всем довелось ехать на верхних полках. Отправляться мы и планировали туда. Десятером. Но билеты смогли купить на нужную дату всего 4 человека. В отличие от аналогичной поездки суперзвезд 2017 года, мы расположились в разных вагонах. В общем, все явно пошло не по сценарию. Прибыв в Одессу, мы сразу направились в Аркадию. Несмотря на обжигающий кожу, пронзительный морозный февральский ветер, бегущий с моря в сторону Аркадии, мы топали к бетонному серому пирсу. Лед и песок хрустели под ногами. Вода была такой чистой, как никогда. Оранжевое солнце, укутанное в голубые и легкие облака, завораживающе дремало над морским горизонтом. Данный район Одессы был назван горожанами в честь горного региона Греции. Согласно греческим представлениям, в том районе царили счастье, покой, мир и простота нравов. И мы, сонные, после ужасной ночевки на вторых полках доисторического поезда, добравшись сюда на трамвае, все же встретили рассвет под крики чаек и аромат кофе, полностью прочувствовав утреннюю магию этого места. К 9 утра на улице не стало теплее, и прямо перед визовым центром мы решили согреться в близлежащем кафе. Валик к тому времени уже узнал, что фирменное одесское блюдо – это форшмак, дегустация которого была отложена на вторую половину дня. Сдача документов заняла у нас около трех часов, ведь нас ждала обычная для конца зимы очередь из желающих получить рабочую визу в Турцию. Привет! Я только что вышла с визового центра, подавали документы на визу. Для того, чтобы вам сдать документы, вам понадобится фото 5х5 на белом фоне, также ксерокопия паспорта украинского и оригинал, ксерокопия вытяга из паспорта, ксерокопия загранпаспорта и оригинал. Также нужна нотариально заверенная правка о несудимости, переводы на турецкий. Также нужен контракт с работодателем и приглашение от отеля. Также, когда вы приходите в центр, у вас будут брать отпечатки пальцев. Потом вы заполняете документы, сверяете все, что у вас правильно или неправильно. Если неправильно, вы говорите, если все правильно, вы подписываете документ, и потом через месяц вам выдается виза. Все. Наши герои сдали документы, и пришло время полноценно погулять по одесским улочкам. Особенно хотелось посмотреть на театр оперы и балета. Валик сразу сравнил его с харьковским аналогом. Его вы тоже уже могли заметить в визитке Юли. Какой из них вам больше понравился, можете написать в комментарии под этим видео. Кстати, возле каждой арки любого двора расположены здоровенные железные стержни. Для чего они? Сейчас расскажу вам и героям этой поездки. Чем же так интересна Одесса? Прежде всего, своей историей. Название города уходит корнями в период, когда на этой территории располагалась греческая колония Одессас. Фасадная часть города направлена специально в сторону моря. Брусчатка, которой вымощены улицы, пережила не одну сотню лет. Она доставлялась из самого Неаполя, из-под вулкана Везувий. Получив море исторических впечатлений, мы набрели на типичное одесское кафе, где все же попробовали, что такое фаршмак. Поела, так сказать, еще нажилась с посудой. Снег идет в Одессе. Лазерный светофор. К вечеру город накрылась снежная буря, но мы к тому времени уже успели погулять, хорошенько покушать и, конечно же, раскачать Тещин мост. Ведь главное в любом путешествии сделать первый шаг и делать его лучше вместе с друзьями. Редактор субтитров А.Семкин